Это его доклад зарубежных технологических приложений. И в начале я построю себе с одной судьбы, которая... Которая проявила в себе, на мой вкус, одно из самых интересных сегодня всех, что я не попытался. Поварконт меня уже немножко подвел, немножко сейчас съехал, но позвольте представить вам, тем не менее, этот коллект. Он разработан в первой руководке очень блонглый, под эгидой фонда Log & Trust. И, собственно, чем он является? Это открытое бесплатное приложение и приложение для мобильных. Такой информационный комплекс, который предназначен для двух простых целей, для сбора типовой археологической информации с привязкой к какой-то геточке. Это, в целом, очень похоже на то, как работа в Ушахиде, только в Ушахиде это в большей степени структурированное приложение. В смысле информации структурированное. В рамках Эпиколлекта можно создать свой собственный тестовый проект совершенно бесплатно, и в несколько кликов. И проект начинается с того, что мы создаем форму. Форма — это некий произвольный набор полей, текстов, или числовых, или из нескольких пунктов выбора. И после этого эта форма может быть открыта для интернета. И когда пользователь из любой точки мира, например, через смартфон открывает наш сайт на Эпиколлекте, он может запостить какую-нибудь информацию, включающую, например, фотки, Excel, или то, что у нас в форме в нашей представлении. То есть абсолютно любой набор информации, которую мы сочли и нужным собирать. У нас нет никаких ограничений в рамках Эпиколлекта по количеству точек, которые мы можем туда запостить и сохранить. Нет никаких ограничений по количеству вот таких вот человек в проекте в рамках его. То есть это довольно удобная вещь для того, чтобы собирать информацию по миру, например, в мониторе. Это придумали эпидемиологи и генетики, которые исследовали географическое распространение своих процедентов. Но она в той же мере пригодна и для экологии, и для чего усы так же исполниться. Вот это примерно выглядит. Вот так вот мы создаем форму, которая может состоять из некоторого количества полей, совершенно обыкновенно. И вот так происходит работа с картой. Замечу в скобках, что эта работа с картой, вот к тому же какая-то есть, она так же вот обрастает в небольших приятных фишками в духе Google Chat. То есть оператор, который собирает данные места где-нибудь там, ну, в лесу, скажем, в заповеднике, который использует, он может с успехом общаться с своих собратьями с помощью чата. Вот, собственно, вот немножко подробнее об этом. Этот проект удобно использовать для того, чтобы, ну, собирать любую типовую геоинформацию. Кому оно может быть пригодно? Любому, кому информацию на местах нужно собирать. Это началось и диалог, и генетик, опять же, и может закончиться вполне теми, кто, например, изучает текущее положение и состояние такого заповедника. То есть как обстоят дела на местах. Ну и парзовых технологий, с помощью которых мы все пореализовываем. В принципе, это абсолютно ничего от такого выдающегося поддержки Google Earth есть, плюс KML. Оно может произвать некий простой анализ данных, для чего используется Google Charts. И в качестве хостинга используется Google App Engine. Я следующее назову проект, который работает тесно в связи с предыдущим и тех же разработчиков. Называется Spatial Demology.net. Это некая туза, как программист бы сказал, довольно узкой направленности. Она позволяет, во-первых, являясь частных приложений предыдущего, использовать картографию Google Maps Earth для того, чтобы визуализировать на карте и... Да. То есть, его можно и через сайт, что-нибудь там запостить, но вообще, оно абсолютно назначено по телефону. И что хуже, предыдущее, оно для узкого круга лиц. То есть, если у вас нет, грубо говоря, аккаунта, то и вы не понимаете, о чем там речь, вот в вашем субпроекте, тогда вы просто мало чего поймете, и у вас не будет доступа. А вот это вот следство, которое дополняет предыдущее, и оно позволяет вывести информацию, собранную на публичную карту. Собственно, цель этого приложения как раз в том, чтобы вывести на карту собранную в предыдущем информацию в предыдущем приложении и сделать ее доступной к интервалиду, то есть, постоянно ссылки. Эта карта, то есть, информация, которую вы уже сохранили, она может поступать не обязательно за этот коллектор, она может поступать из любого там набора данных. То есть, если файл туда загоняешь, и она никому взносит его на карту, прямо в правильное время. Эта данная будет категоризована. Вы посмотрите, как она работает с целью коллектором. То есть, в верхней части диаграммы с помощью целью коллектора все собирается, потом она наносится на карту, и представляет собой некий разнородный довольно набор данных. А дальше происходит фильтрация данных, которую спейшел демо, он эпидемол уже делает. И получаем картинку, которая пригодна для визуализации. Вот. Это что я только что сказал. Вот. Оно, по идее, сдавалось для ряда эпидемологических исследований, их, строго говоря, от создателей, но теперь оно пригодно для уже доступа, и для этого и используется. И, в общем, ничего особенного, опять же нет. Это довольно обычный набор, например, Google Maps Earth, для картографии джуаскрипта полиотек, которые созданы для того, чтобы вообще пооблегчать жизнь как программисты. Следующим я представлю еще очень интересное приложение. В природе очень похоже на первое коллектор. Называется оно NPSurveyor. Для той же цели оно приспособлено. И отличается от предыдущего разлучно тем, что гораздо более гибко в настройках форм данных. То есть, вот эта форма, которую я увидел, здесь можно включать в себя не просто на один набор полей, а последовательность целого вопроса, причем с неменимым обликом. То есть, грубо говоря, вы, если ответили на один вопрос первый, скажем, каким-то одним образом, у вас второй может быть одним, а может быть и другим. То есть опросник получает себя гораздо более гибким. В остальном оно довольно исходно с этой коллектором, в том смысле, что у вас есть некая форма, которую вы настраиваете, она доступна через интернет или через мобильное приложение, и вы можете постить данные с герточкой. Вот как это примерно выглядит. Здесь веб-интерфейс на сайте для того, чтобы просматривать собранные данные. Как можно видеть, тут довольно большой набор требутов этих точек, и тут такая довольно сложная форма у нас. Дальше оно производит некую простую обработку данных, что видно наверху к рисунке или нижней. Вот, так происходит настройка этой формы. И так это выглядит все нанесенное на карту. Здесь чата нет, здесь немного очень интересно. Чего оно используется кем? Оно используется любой государственной коммерческой организацией, которая может быть заинтересована в том, чтобы произвести опроса на местах. Поскольку здесь довольно гибкие формы, это с успехом применяется многими довольно организациями в самых разных уровнях и направленностях. Воркбанк, так, Y.E.O. Которые с помощью уже откровенно экологической издачи решали, они мониторили его качество воды в различных приставках. Ну и другие. Опять же, из-за PowerCoin их разрешение не влезает. Оно в целом было бесплатно, кстати. Я не помню, насколько в целом, но при прочих рамках это точно бесплатно. Вот. И никаких особых технологий, опять же, здесь ничего. Нет. Дальше довольно интересное приложение, которое мне, признаться, раздумывало включить в этот доклад или нет, но оно, безусловно, экологическое и безусловно есть там web-аспект. Так что все-таки упомяну его. Возможно, кому-то из вас очень известно. Называется оно CMS-i. CMS — это довольно популярная веб-амблигатура, но вот здесь он означает немножко не то — conservation. Оно разработано НКО, которое называется, собственно, CMS Consortium, и в сотрудничестве с ним компанией Exegesis — это британская айтин-компания, которая просто разрабатывает много сайтов и в системе анализирует пространственные данные. Собственно, что такое CMS-i? Это приложение, которое является собой миниатюрную яркую систему для управления не каким-нибудь обыкновенным предприятием, а для управления у нас специально чертогеноплогическим выход заповедника или любое другое охранение зоны природного объекта. То есть всем же предприятиям, которые включаются у них в офисную работу, и планирование, и построение отчетов, и управление кадрами, скажем, известны проблемы как, да? Вот. Когда у вас, например, на планирование уходит неоправданно много времени или на отчеты времени довольно трудно выделять, и мы строим планы, а потом довольно трудно их реализовывать, почему-то они рассинхронизируются с реальностью. И вот для таких вещей на любом предприятии были созданы ERP-системы, которые изрядно преуменьшают терапию этого процесса. И вот эта ERP-система не очень большая, по объемам это скорее хорошо, которая предназначена для управления строго экологическим каким-то объектом. Она работает, в принципе, как любая ERP, то есть там есть авторизация сотрудников, личный кабинет какой-то, и в зависимости от нее некие функции, которые вам доступны. Довольно либерально она к своих сотрудникам, то есть по умолчанию там вся информация по заповеднику доступна каждому, но, во-первых, на чтение. Если вы хотите как-то с ней работать, изменять, удалять и прочее, там, скажем, отчет будет интересно построить, тогда вы должны иметь Windows. Вот как она примерно выглядит, это рабочий кабинет сотрудника, в общем, ничего особо интересного, просто какая-то информация и работа с формулой. Вот нечто и более интересное. Там есть встроенный модуль фотографии, который довольно неплохо работает, он интегрируется с рядом GIS популярных, например, ArtGIS и MapInfo. И кроме того, есть еще модуль, который отвечает за медиа. Вот, например, фотография. В смысле технологий, но особо учебнуть нечего, там довольно стандартная серверная технология. Клиентские модули будут бинарными, инсталируемые, и серверная часть это некий OBS-сервер, который разумевается. Крок. Я просто хотел выскать пару слов по технологии, потому что было указание, что хорошо. Я знаю, что в скоках он делает. Хорошо. Это приложение работает как большинство приложений Windows. То есть, оно инсталируется у вас на компьютере, и после этого ему нужен интернет для того, чтобы провалить информацию куда-то на свой сервер. Замечу в скоках, что этот сервер может быть не только у вас в организации. За определенную плату можно его расположить у них же, у тех, кто продает эту программу. Это довольно удобно, в смысле, и обслуживает. Эта уже программа, кстати, откровенно платная, но стоит она там как-то разумно. С ним можно договорить, собственно, до размаха вашей компании и греческих сотрудников. Там мы истерят в год. Следующим я это зовут WebEcology. Это не то, что прям особо веб и особо экологическое приложение, но название как бы увлекает. Это открытый интернет-журнал. То есть, в собственности веб-сайт, где люди могут располагать какие-то статьи уже откровенно-научные или прикладной направленности статьи на экологические тематики со спортом. По-моему, это вполне себе интернет-издание и даже обладающие некой внутренней движухой и собственной традиционно-издательской группой, которая анализирует всю информацию, как это правит, принимает или нет. И оно обладает таким образом довольно порядочным авторитетом, по крайней мере европейским поводом. исследований. Это также форма обсуждения исследований. Доступ ко всем статьям открытый, и регулярно они выпускают вполне нормальные номера, то есть, как журнал в себе самая направленная. Он обладает неким авторитетом, про это я уже сказал, и кому может быть полезен. Если ваша организация выполняет некие исследования, которые хотела бы обнародовать, к которому хотел бы привлечь внимание так скажем, научного мира, это на тему технологии, и тогда вы можете использовать этот колоджик. Ну и в смысле технологии сказать, опять же, особо нечем, в своих сайтах. И последним приложением, которое я бы хотел представить, является довольно интересная штука, которая называется MCZ Project Interactive Map. Он разработан рядом вот этих вот организаций, это как бы дочерние его проекты, ну или не дочерние, а родительские. И что он собой представляет? Это интерактивная карта, по сути WebGIS, которая черпает данные из дочерних баз данных, и предназначена она для работы с морскими ресурсами, и со всем, что они могут подразумевать в Великобритании. Каждая из этих организаций четырех дочерних, она занимается каким-то своим делом, связанным с экологией по морям, например, мониторит различные виды, или поддерживает, так скажем, безопасность определенной хранения зоны, про конверт. И их деятельность совокупная может реализироваться здесь с помощью одной единственной карты. Эта карта оснащена довольно гибкой системой фильтров, на которую можно выбрать много чего вас может интересовать. Там есть все, что подразумевает морские ресурсы Великобритании, во-вторых, то, как их используют люди. Там, кроме прочего, выглядит карта с фильтрами. Кроме неких редких видов, или охраняемых морских зон, там можно увидеть государственные границы Великобритании и прочее. Вот как выглядит эта карта, наверное, рисунки с применением таких фильтров. И довольно забавный факт, что любой пользователь может запустить информацию на эту карту. Она будет рассмотрена подавающей организацией, потому как эта информация безусловно должна иметь некую геопривязку, то есть точка на карте. И та организация, которая этим занимается, рассмотрит, если надо подтвердить, и вынесет на эту карту. У них довольно много статистики, и в целом это довольно полезный проект. Ну, собственно, кому она может быть полезна, как я сказал, любым людям, которые на это дело смотрят. Даймеры, те, кто коммерческой ровнооблой занимается, и прочее. В смысле технологий, опять же, сказать особо нечего. Ну, ваткарты, которые сейчас реализуются на многих сайтах, в точности с этим постом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ